Эстафета года добрых дел переходит в Канинский сельский совет. Глава телевисочного сельсовета Дмитрий Якубович передал эстафету добра директору школы села Несь Ольге Протопоповой. В течение двух недель Канинский сельсовет будет проводить на своей территории добрые акции. Мероприятие проходит в рамках года добра, объявленного в Ненинском автономном округе. Ольга Юрьевна, принимайте. Село Тильвиско стало первым муниципальным образованием, включившимся в эстафету добрых дел в Ненинском округе. Две недели жители поселения проводили мероприятие под эгидой объявленного в регионе года добра. В них включились школа, детский сад, социально-культурный центр. Провели акцию «Подари книгу» для пополнения различных библиотек. На этом наши мероприятия не останавливаются. Сегодня мы передаем эстафету Канинскому сельсовету. Но на протяжении года будем также творить добро. И мероприятия у нас уже запланированы до конца года. В рамках церемонии передачи эстафеты добра в социально-культурном центре поселения прошел благотворительный концерт «Олимп добра и милосердия». Все собранные на нем средства пойдут на благоустройство села. Какую доброту можешь ты сделать? Я могу помочь бабушке, которая идет с магазина и тащит тяжелые пакеты. Это так делала уже? Да. Проходят вот эти ярмарки все, кому-то надо помочь этим острым, нуждающим, погорельцам. Вот такое помогать. То многодетным помогать нужно очень обязательно. Были добрее. Сейчас уже не то стало. Вот минуя 20 лет назад, были добрее. Сейчас все меняется. Все. В том числе и люди. То есть эти акции, они помогут снова подобрить? Конечно. Кроме того, в Тельвиске прошла акция «Телефон добра». Молодые люди звонили одиноким, пожилым и общались с ними на разные темы. А после концерта сельская молодежь отправилась разносить письма добра труженикам тыла Тельвиски. Часть посланий отправили в деревню Макарова. Всего более 20 писем. Они просто пишут, рассказывают немножко о себе, пожелания, добрые слова, что благодаря вам мы живем, мы не знаем горя, мы не знаем печали. Мы пишем вам для того, чтобы поблагодарить, дать понять вам, насколько мы дети, насколько на самом деле гордимся нашим старшим поколением. Также сельчане собрали вещи для регионального отделения Красного Креста, которые передали руководителю организации Светлане Хатанзейской. Жители муниципального образования Тельвисочного сельского совета собрали. Я сейчас только познакомилась, посмотрела. Очень хорошая вещевая помощь, гуманитарная помощь. Там есть совершенно новые предметы, которые необходимы для жизненных потребностей, я бы так сказала. Есть вещи. И теперь эстафета добрых дел перешла на две недели в Канинский сельсовет. Хотя, по словам директора школы Ольги Протопоповой, добрые дела в муниципалитете не прекращались все время. Мы вообще с моими учениками очень давно, ну не совсем то, что давно, а уже три месяца творим добро. В этом помогает мне волонтерский отряд, который у меня есть в школе. Значит, ребята уже провели очень много различных мероприятий внутри нашей школы вместе со своим руководителем Семяшкиной Ольгой Ивановной. Также мы вообще хотим выйти на село, раз это год добра творить добро. То есть мы хотим помочь людям. Старт эстафеты добра был дан 6 марта, когда Юрий Бездудный передал ее телевисочному сельсовету. Следующий на очереди муниципалитет Омский. По задумке организаторов, эстафета должна побывать в каждом поселении региона. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал Север.